итак привет всем с вами на связи канал сделай сам и сегодня перед вами я хочу представить станки из компании gilet это мужские бритвенные системы от компании gilet и сегодня я хочу такую с вами тему разобрать что же выбрать и так как вы видите перед вами 5 станков это не вся коллекция от компании gilet я лишь выбрал основные станки которые на сегодняшний день могут использовать пользователи клиенты люди вот как вам будет удобнее итак мы давайте рассмотрим о самом начале производства то есть самое начало такого большого бума вот компания gilet сделал одноразовые станки с двумя лезвиями вот дальше компания gilet мы не будем сейчас рассматривать все одноразовые станки которые появились там уже с тремя лезвиями со смазывающей полоской вот мы перейдем уже дальше к так сказать росту к инновациям дальше такой бум был от компании gilet это станок матч 3 вот с тремя лезвиями со смазывающей полоской и с кассетой которые можно менять дальше у нас появился станок юджин еще одна новинка такой бум был от компании gilet это уже с пятью лезвиями с смазывающей полоской плюс можно было использовать на батарейках то есть для вибрации для лучшего эффекта бритья вот и точно также можно было менять кассету дальше у нас появился новый бум от компании gilet это станок юджин проглайд с инновацией плавающей головкой флексбол вот которая вращается во всех направлениях которые позволяют очень удобно бриться вот и также изменился немножко дизайн более стал таким но стильным я скажу другими словами и последний бум от компании gilet на сегодняшний день это станок юджин проглайд прошилд вот со второй смазывающей полоской то есть предыдущее отличие это от предыдущей модели фьюджин проглайд это 2 смазывающая полоска вот это можете посмотреть в моих предыдущих обзорах у меня из обзора проглайд его прошил где вот вы можете посмотреть моих предыдущих видео более подробно мы разбирали рассматривали ну а сейчас у нас немножко другая тема тема у нас сегодня будет такая что же выбрать каждый из нас приходит к такому моменту что ему надо чем-то бриться допустим кто-то уже из взрослого поколения чем-то броется из молодого поколения кто-то будет что-то выбирать вот например с компанией gilet я хочу сказать что все таки gilet на сегодняшний день действительно номер один в системе бритвенных систем для бритья среди компаний других поэтому но большинство конечно у нас покупает и предпочитает gilet поэтому что же выбрать и так сегодня такой очень сложный вопрос но мы постараемся на него ответить поскольку у нас есть одноразовые системы они дешевые они в принципе практичные но не настолько быстро не настолько эффективно помогают вам побриться как например матч-3 почему потому что во-первых лезвий больше во вторых смазывающая полоска ну и в третьих удобства можно поменять кассету то есть не сам станок менять а кассету по цене вы можете сравнивать вот и как бы выбрать что выйдет вам дешевле если же мы будем рассматривать матч 3 и фьюджин либо другую из серии фьюджинов вот то вы видите уже большое отличие это три лезвия против пяти лезвий вот и плюс есть также функция вибрации для более лучшей лучшего бритья что же из этого выбрать друзья но я скажу так если вы в принципе на бреетесь ежедневно и используете гель и пену еще дополнительно для бритья помимо того что есть смазывающая полоска которая так сказать может помогать смазывать лицо то вы можете в принципе на если вы работаете на каком-то заводе или каком-то предприятии ежедневно броитесь принимаете душ то вы можете в принципе использовать и одноразовые станки я хочу сказать что если на лице маленькая щетина то есть вы вчера побрились а сегодня она еще практически не выросла и ее сказать практически нету то легко справиться с этим и одноразовый станок также при добавлении допустим использование пены или геля но если у вас щетина растет очень быстро и но не маленькая то уже вам конечно стоит выбирать из матч-3 или фьюджина здесь вы уже точно так же смотрите на тот момент как у вас с финансовым положением обстоят дела и на тот момент как вы подготавливаетесь к бритью другими словами если вы принимаете душ хорошо распариваете лицо даже если вы не принимаете душ но хорошо распариваете лицо подготавливаете берете пену допустим хорошую или гель хороший вот то с вашей щетиной может смело справиться и матч-3 то есть переплачивать за фьюджин то что здесь вибрация будет как бы особо ну я не вижу смысла есть также фьюджин и без вибрации вот поэтому как бы даже сравнивать без вибрации 5 лезвий против в трех лезвий конечно же ну как бы 5 лезвий можно сказать лучше но если лицо хорошо подготовлена хороший гель то 3 лезвий к смело справиться то есть в этом соотношении как бы но нельзя большее предпочтение отдать фьюджину дальше если мы будем сравнивать матч-3 и проглайд то друзья честно скажу да есть смысл переплатить есть смысл купить проглайд и использоваться проглайн почему потому что во первых большое преимущество 5 лезвий и во вторых самое большое преимущество это плавающая головка которая будет повторять практически все контуры вашего лица друзья да это очень большой плюс я скажу я пользовался как вы видите всеми коллекциями всеми станками и могу честно сказать что да вот это вот повторение кассетой форм вашего лица особенно в промежутках когда у вас челюсть конечная боковая боковые крайние части челюсти переходит в шею в этой области вот именно вот это вот контур это движение которое будет повторять кассета головка она полу позволит конечно же очень хорошо в этом месте побриться сбрить щетину ну и не принесет вам каких-то ран и вреда то есть естественно друзья если сравнивать матч 3 и проглайд ну честно скажу не пожалейте вот просто денег и купите проглайд вот если же мы будем сравнивать я не беру в сравнение одноразовый станок друзья вы сами понимаете что но сравнивать это и это конечно нет смысла если конечно у вас с финансами совсем совсем туго и вы одноразовый смог ну как бы можете использовать например по два-три раза то друзья и ну конечно и подготавливайте постоянно лицо то есть не на сухую так скажу броитесь естественно конечно в вашем случае и одноразовый станок может быть большим плюсом вот если мы будем сравнивать фьюджин и проглайд то конечно тоже большой плюс несмотря на то что и там 5 лезвий там 5 лезвий вот именно вот эта плавающая головка то есть тоже как бы но я отдам предпочтение чуть-чуть переплатить но купить именно проглайд тем более что кассету от фьюджина я также могу использовать проглайд поэтому если у меня например с ней с финансами не очень то я к примеру куплю кассету фьюджин но зато буду ну очень удобно пользоваться именно вот с помощью флексбола проглайдом и так дальше если мы будем сравнивать также на прошилд и фьюджин обычный то соответственно точно также предпочтение дадим на прошилду потому что здесь также головка флексбол но если мы будем сравнивать проглайд с прошилдом то между ними отличие это лишь во второй смазывающей полоске которая находится на прошилде честно скажу это как бы на мой взгляд маркетинговый ход поэтому особо переплачивать за это я не вижу смысла и предпочтение я все-таки не буду отдавать прошилду вот несмотря на то что это последний на сегодняшний день модель станок в мужской серии для бритья как бы супер пупер на инновация вот с двумя смазывающими полосками но я не вижу в этом смысла переплачивать поэтому я дам предпочтение про прошу проглайдом и так если а задаться вопросом что же в нам выбрать на сегодняшний день из мужской серии конечно каждый но для себя ответить больше что он предпочтет потому что у каждого и все зависит от финансового положения и от того как он броится насколько быстро расчет чечина какая щетина по жесткости вот что он использует для бритья конечно это персонально каждого из вас ответить на свой вопрос я лишь постараюсь такую более обзорную рекомендацию просто дать по станкам чтобы вы более смогли определиться в вашем выборе и так если нам постараться все таки и вот из этой коллекции что-то выбрать одно вот давайте ответим на такой вопрос что например я молодой человек который только вступает во взрослую жизнь и который только начнет бриться примеру у меня еще так сказать я не могу точно определиться с моей щетиной я не знаю насколько она будет грубо насколько она будет быстро расти и так далее поэтому какой сделать оптимальный выбор чтобы был и не выброс денег и не не было потом сожаления о том что лучше бы я конечно переплатил и купил бы примеру там прошил вот из двух мы выберем из двух станков которые на мой взгляд больше всего сегодня отвечают всем требованиям почти всем требованиям как ни странно я выберу матч-3 и про light конечно матч-3 уступает и по и количеству лезвий и уступает по плавающей головки у нее не получи головки почему вы спросите почему я выбираю матч-3 и проглайт потому что в ценовом диапазоне и если я хорошо подготовились бритью не подойдет матч-3 если же мое финансовое положение позволяет использовать покупать постоянно кассеты проглайт или допустим фьюджины то конечно же я предпочту проглайт то есть станки такие как одноразовые фьюджин прошилд я просто их выбрасываю то есть но они не конкурентно способна то есть фьюджин несмотря на то что можно купить с вибрацией вот так же точно так же допустим можно купить с вибрацией и проглайт вот несмотря на это они выпадают а если же выбирать из этих двух то конечно же если финансовое положение позволяет то не пожалейте финансы и купите проглайт то есть на сегодняшний день я считаю фьюджин проглайт это ну действительно самый лучший выбор в качестве того что 5 лезвий и в качестве того что плавающая головка вот которая повторить контуры вашего лица я считаю что это самый лучший выбор поэтому я бы постарался конечно по возможности определить свои финансовые возможности смогу ли я допустим каждый там к примеру два месяца три потянуть на то чтобы покупать лезвию к проглайт по цене цена в каждом регионе в каждом городе может конечно отличаться поэтому точную цену я вам не скажу могу приблизительно просто прикинуть что цена будет у нас такой вот поэтому если я так сказать определяюсь какой же станок выбрать из мужской серии я дам предпочтение все-таки фьюджин проглайт считаю что это самый лучший вариант на сегодняшний день поэтому друзья вот такой вот у нас обзор по мужским бритвенным системам получился в плане того что же все таки выбрать в чем определиться надеюсь что мой так сказать обзор на рекомендательных обзор видео обзор он поможет вам определиться с выбором какой же лучше выбрать поможет вам какой-то сфере приблизительно рассчитать определить потянете ли вы допустим по финансовой возможности покупки кассет например фьюджина или проглайда по сравнению к примеру с матч 3 вот поэтому если у вас возникли какие-либо еще вопросы если вы чем-то хотите поделиться своим каким-то мнением возражениями может быть а пожалуйста оставляйте в комментариях я постараюсь с вами это обсудить ответить на ваши вопросы также если вам понравился мой обзор пожалуйста ставьте лайки вверх если не понравился лайки вниз вот и подписывайтесь на наш канал чтобы быть в курсе наших последних видео обзоров спасибо за то что были со мной всего вам доброго до свидания с вами был канал сделай сам